спортивных объектов. Казань-арена один из самых крупных в России стадионов. Юнус Бекевкоров был впечатлен увиденным, но больший интерес проявил к аренам меньшего формата. Ему показали два таких объекта вместимостью 5 и 10 тысяч зрителей. Олимп и Рубин не менее популярны. В Казани стадионы. Штаб-квартира лучшего казанского клуба руководителя субъекта устроила больше. К слову, именно здесь прошел ответный матч Лиги Европы между испанским Бетисом и казанским Рубином. На стадионе имени Рашида Аушева беседуем о необходимости для региона более вместимой современной арены с президентом Федерации футбола Ингушетии. На этом стадионе мы проводим, футбольный клуб Ангуст проводит и тренировки, и домашние игры. Вообще идеально было бы. Желательно построить вот этот стадион в столице, в городе Магас. Я вам объясню, что в Назране у нас на территории Назрановского округа, как бы сказать, три стадиона. То есть два с искусственным покрытием и один на этот стадион, который мы сегодня присутствуем, с натуральным покрытием. Если в Магасе будет, то футбольный клуб Ангуст будет тренироваться здесь. Мы проводим две тренировки на этом поле, плюс еще, как я ранее сказал, домашние игры проводим. «Казань брал», подмечает Мухажир Явлоев. С домашним стадионом Рубина господин президент знаком, потому и всячески одобряет выбор главы Ингушетии. На этом стадионе я тоже играл. Как бы будучи ветераном, мы последние пять лет ездим туда на ветеранский турнир. Это великолепный стадион, в пределах 10-15 тысяч посадочных мест. Стадион для республики, это вообще оптимально. У вас есть опыт в проектировании и строительстве таких стадионов, и мы были бы рады перенять его, отметил Юнусбек Евкуров в беседе с казанскими строителями. В Татарстане главе Ингушетии обещали оказать помощь и содействие в разработке и реализации подобного проекта. Следует ожидать, что в обозримом будущем мы получим новый современный спортивный объект. Назовем его «Ангушт-арена»? Уверен, договоримся. Ибрахим Цароев, Ибрагим Манкиев, Илес Катиев, Вести Ингушетия. Международный кинофестиваль «Свидание с Россией».